всем привет дорогие друзья сегодня я хочу поделиться с вами вот таким вот оригинальным узором такой рельефно ажурный узор вот так он смотрится с лицевой стороны и это его изнаночная сторона получаются такие вот интересные ромбики очень красиво смотрится можно связать какие-то летние изделия топы кардиганы и светерочки джемпера чем такой вот универсальный узор очень оригинально смотрится узор можно вязать как поворотными рядами так и в круговую в поворотных рядах у нас петли вяжутся по рисунку ну и собственно в круговом вязании тоже все петли провязывают каждый второй ряд провязывается по рисунку вот раппорт узора состоит из 8 петель и в высоту 20 рядов ромбики чередуются шахматном порядке и вот результате получается такой вот красивый узорчик я надеюсь что он вам понравится так ну и сейчас мы с вами его свяжем я покажу как вяжется и так для образца я набрала 18 петель один ряд мы провяжем как установочный кромочную петлю снимаем 2 изнаночные это у нас будут петли перед раппортом далее начинается раппорт 4 лицевых и 4 изнаночных это у нас один раппорт 4 лицевых 4 изнаночных 4 лицевых и в конце ряда не будет 2 изнаночных и кромочная так здесь у меня набрано она 2 раппорта но половинку раппорта я разделила как две петли перед раппортом и 2 после раппорта чтобы узор смотрелся симметрично вот так 2 в начале и 2 в конце дальше вяжем первый ряд кромочная 2 лицевые то песни петли перед раппортом дальше 4 изнаночные и 4 лицевые это один раппорт повторяем до конца ряда в конце ряда у меня 4 изнаночных и 2 лицевые кромочная второй ряд вяжем все петли по рисунку как смотрят петли лицевые над лицевыми и изнаночные над изнаночными 3 и 4 ряд вяжем также по рисунку в начале ряда 2 лицевые затем 4 изнаночных 4 лицевых повторяем до конца ряда провязали 4 ряда по рисунку по лицевой стороне и по изнаночной стороне далее вяжем пятый ряд кромочная 2 лицевые то у нас без петли перед раппортом дальше 2 петли вместе провязываем с наклоном вправо далее нам нужно прибавить 2 петли их можно прибавить двумя накидами вот так а можно прибавить вот таким вот образом 2 петли если мы прибавляем накидом то здесь вот получается такая большая дырочка когда мы вот так прибавляем то она такая менее заметная аккуратненько получается так прибавили две петли следующие две петли провязываем вместе с наклоном влево так далее 4 лицевые это один раппорт мы провязали дальше повторяем 2 петли вместе с наклоном вправо дальше добавляем 2 петли или делаем двойной накид и 2 петли вместе с наклоном влево как провязать ровненько две петли вместе с наклоном влево у меня есть отдельное видео ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео и в конце ряда у нас 2 лицевые это петли после раппорта и кромочная следует ряд 6 все петли провязываю изнаночными петли которые мы добавили их тоже провязываем изнаночными так вот эти вот петельки мы добавили одну провязываем изнаночной и 2 провязываем изнаночной вот такая вот небольшая дырочка у нас получится в результате вот такая аккуратненько она будет так а в круговом вязание это второй каждый второй ряд вяжется по рисунку то есть у нас будут лицевыми лицевые петли провязали шестой ряд следующий седьмой ряд кромочная 2 лица 1 лицевая далее 2 петли вместе провязываем с наклоном вправо накид 2 лицевые накид и 2 петли вместе с наклоном влево 2 лицевые и повторяем снова 2 вместе с наклоном вправо накид 2 лицевые накид и и 2 вместе с наклоном влево и в конце ряда 1 лицевая и кромочная следующий ряд вяжем по рисунку изнаночными петлями вяжем 9 ряд кромочная 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид 4 лицевые накид 2 петли вместе с наклоном влево и повторяем снова 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид 2 или 4 лицевые 4 лицевые накид 2 вместе с наклоном влево и кромочная провязали следующий 11 ряд кромочная 2 изнаночных 4 лицевых 4 изнаночных и повторяем 4 лицевых и в конце ряда 2 изнаночные и кромочная 12 ряд вяжем по рисунку лицевые над лицевыми и изнаночные над изнаночными 13 и 14 ряд вяжем по рисунку 2 изнаночные 4 лицевых 4 изнаночных 4 лицевых и в конце 2 изнаночных и по изнаночной стороне тоже все петли по рисунку 13 и 14 ряд провязали 14 рядов здесь у нас узор начинает смещаться то есть получается шахматном порядке вот этот ромбик мы уже связали и теперь вот следующие будем вязать вот здесь ромбик будет вяжем 15 ряд кромочная накид 2 петли вместе с наклоном влево 4 лицевые 2 петли вместе с наклоном вправо далее делаем или двойной накид или добавляем петельки как мы уже делали вот таким образом добавили следующие 2 петли провязываем вместе с наклоном влево 4 лицевых и в конце ряда 2 петли вместе с наклоном вправо накид и кромочная провязали 15 ряд 16 ряд вяжем все петли изнаночными следующий 17 ряд кромочная 1 лицевая накид 2 петли вместе с наклоном влево 2 лицевых 2 вместе с наклоном вправо накид 2 лицевых накид 2 вместе с наклоном влево влево 2 лицевых 2 вместе с наклоном вправо накид и 1 лицевая и кромочная и вяжем 19 ряд кромочная 2 лицевые 2 лицевые накид 2 петли вместе с наклоном влево 2 петли вместе с наклоном вправо накид 4 лицевых накид 2 вместе с наклоном влево и 2 вместе с наклоном вправо накид и в конце ряда 2 лицевые и кромочная провязали один раппорт нашего узора вот так вот он получается оригинально смотрится такие вот красивые ромбики получается в деле будет очень красиво смотреться если вам понравился этот узор не забудьте поставить пальчик вверх напишите в комментариях куда бы вы хотели использовать такой узор не забывайте подписываться на канал всем пока и до встречи в новых видео